Как я уже неоднократно говорил в своих предыдущих роликах, стрельба играет слишком большую роль в этой игре для того, чтобы не заниматься её тренировкой. Каждый проигрок без исключения довольно хорошо владеет таким стилем стрельбы, как спрей. По моим скромным подсчётам, в кс делается более 70% киллов именно спреем. Всем привет, меня зовут Сэмпра, и в этом видео я постараюсь докладно объяснить, что такое спрей, как его правильно контролировать и в каких случаях его лучше узнать. Готовы? Тогда поехали! Все мы прекрасно знаем, что есть всего три типа стрельбы, это бёрст, тейпинг и спрей. Если кто-то не в курсе, то бёрст это стрельба маленькими очередями, тейпинг это точечная стрельба в голову по пульте с короткими стрельфами, а спрей он и в Африке спрей. Именно на последнем я и хочу зациклить своё внимание сегодня. Сперва я бы хотел выделить одного из топ спрееров планеты, это гитрайт, играющий на данный момент в команде НИП. Разумеется, что успешность и славу ему принёс вовсе не его стиль стрельбы, а персональный скил, но все прекрасно знают про его манеру спрей-килов. Ещё хотелось бы отметить то, что Кристофер Алисун несколько раз становился топ игроком по версии сайта shelltv.org. Разумеется, и лучшим эймерам также, а это напрочь ломает все стереотипы про то, что все якобы топа эймер стреляют онли-тейпингом. А это значит, что нам не стоит сидеть 24 на 7 на онли-хэдшот серверах и напрочь забыть про привычку спрея. Для того, чтобы стать топ игроком, если не особо углубляться, то спрей это обычное зажатие левой кнопкой мыши на достаточно-таки длинный срок. К сожалению, об спреи сложно поговорить в теории, поэтому давайте сразу перейдём на испытательный полигон для того, чтобы рассмотреть всё более детально на практике. Первоначально давайте рассмотрим неконтролируемый зажим с мейн-оружья Эйвена М4А4АК-47 и М4А4 с глушителем. Сделав скриншот наших спреев, мы можем точно сказать, что М4 с глушителем обладает наименьшим разбросом, а вот автомат Калашникова наоборот владеет самым большим разбросом пульса, где представленных винтовок М4А4 является некой золотой серединой. Now it's time to научиться контролировать наш спрей. Как говорится в сотнях, тысячах и миллионах роликов на ютубе, для того, чтобы качественно контролировать разброс пуль, нам просто нужно выровнять верхнюю риску на туловища оппонента. Отчасти здесь присутствует небольшая доля правды, действительно вид подрубив воображение, и представив, что этот спрей технически похож на семёрку, то можно догадаться, что и вправду нашу мышку вместе с прицелом в процессе спрея надо будет опускать вниз. Однако для идеального спрея нам нужно будет повторить эту фигуру в точности, но наоборот, то есть зеркально. В теории это запомнить не так уж и сложно. Сначала ведёшь вниз, потом, начиная с 20-го патрона, чуть ведёшь вправо, затем длинный спрей влево, и по окончанию зажима снова ведёшь вправо. Вроде бы это не тяжело запомнить, однако на практике ты теряешь все тайминги, и получается что-то типа этого. Тихо, тихо, блядь, голубой, да я зажму, зажму, зажму. Ащи! Что ж, с этим мы вроде бы как бы разобрались, теперь давайте поговорим про тренировку зажима. Лично я тренирую спрей таким образом. Я залетаю на любую карту в воркшопе в стиме, и начинаю спрейить в стену небольшими очередями, примерно по 10-15 пуль. Выучить всю схему спрея поэтапно гораздо проще, нежели запомнить весь этот здоровенный шаблон. Ещё можно зайти на рекойл мастер, и там что-то попробовать, лично я для себя ничего нового там не нашёл. К тому же для улучшения кучности можно приседать и зажимать шифт. Это также неплохо помогает. Поверьте мне на свою, если вы будете делать в день хотя бы 30 таких спреев в стену, то уже через неделю вы заметите первые результаты. Спреять лучше всего на клоуз и средних дистанциях. На дальних дистанциях лучше вообще юзайте тейпинг. Тренируйте свой спрей и персональный скил. В общем, помните, что каждая тренировка сделает вас чуточку лучше, даже если она связана с компьютерными играми. Спрейте в стену и лайкайте мои видосы, подписывайтесь на мой канал и ждите новые, ничуть не менее познавательные ролики. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok